Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет опять шоппинг-влог. Это последний магазин, ну, по крайней мере, который я хотела в последнее время посетить. Посмотрите ассортимент. Это Спацио. Здесь представлены различные бренды, мои любимые в том числе. Посмотрим сейчас, что есть на сейле. Я обещала вам показать красивые платья. Если они еще остались, я обязательно примерю, покажу. Ну, возможно, что-то куплю. И это уже последняя волна распродажи. Скидки до минус 70%. Поэтому все свешено в конец зала, но по торговым маркам. То есть, если вы любите Викторию Бекхам, она вся представлена на одном рейли. И вот я предварительно все посмотрела на сайте и шла целенаправленно. Сейчас отправлюсь в примерочную. Остановилась возле шапки Кинзо, не знаю. Почему-то манила она меня. Итак, тут представлены все вещи, которые я отобрала. Костюм мне этот очень понравился. Блузки, брюки, джинсы. В общем, все в разнобой. Сейчас буду мерить, посмотрите. И первое, с чего я начала, это джинсы Акне Студио. Вообще, мне нужны были синие джинсы. Но девочка сказала, что эта модель очень хорошо сидит, смотрится. И, по-моему, эти джинсы 26 размера, я не знаю, как я в них влезла, но мне было неудобно в икре. Очень жале. Я попросила на размер больше, и, в принципе, они на меня сели неплохо. Серый. Я люблю серый цвет. У меня много серых жакетов. Много с чем можно комбинировать. В общем-то, я их забрала. Дальше «Моя любовь». Это Виктория Бэкхэм. В принципе, мне нравятся все вещи, которые она делает. Они на мне сидят. Это такие вещи не на один сезон. Классика, но вот с такой изюминкой, которая делает эти вещи узнаваемыми, красивыми. Я очень люблю Викторию Бэкхэм, ее саму, ее семью и вещи, которые она делает. Очень мне хотелось примерить это платье. Оно дожило до скидок, причем очень большая скидка. Черное платье внизу, как шелковая юбка, подчеркивает талию, даже у кого ее нет. Есть карманы, за счет чего бедра расширяются, делаются еще более такими, знаете, аппетитными. Фигура приобретает форму гитары. Вот это мне очень понравилось в этом платье. Дальше еще одна вещь, которая 100% в моем стиле. Мне очень нравится, как она выполнена, сделана. Это Мейсон Марджелло. Светорок размер XS. Ну, на удивление, на меня сел неплохо. Мне он очень понравился, но пришлось выбирать, поэтому я его не купила, но примерила, как бы не без этого. Очень мне нравится. Не знаю, куда в нем, зимой сильно в мороз не походишь, летом, ну, разве что в холодный вечер куда-то надеть. Но с эстетической точки зрения, как он выполнен, такой простой, но с изюминкой. За счет этой вязки, конечно, очень-очень эффектный. И один остался последний. Далее еще один свитер. На него была вообще приятная цена. В общем, грубо говоря, свитер по цене футболки. Очень большой размер. Теперь я поняла, почему я не могла понять, как же мне его посадить. То ли на одно плечо, то ли... Чтобы просто был глубокий вырез. Это большой размер T3. Это идет на наш XL. Но очень нежный, красивый свитер. Хотя, конечно же, белый цвет. Это не для меня, не для моего образа жизни, не с моими детьми. Но вот как-то, мне кажется, его можно было бы придумать на одно плечо. И вот если какую-то маечку, футболочку вниз. Чрезвычайно нежный. И причем, что самое важное, он абсолютно не колючий. Не люблю колючие свитера, терпеть не могу. Меня они раздражают. Вот как-то я думала так, на одно плечо. Ну, не забрала я его. Не забрала. Почему-то сомневалась. Так 50 на 50 ощущения. Дальше девушки блузка с леопардовым принтом. Я даже с перепугу забыла ее снять на камеру. Сделала только фото. Мне нравится сама расцветка, но я почему-то стесняюсь ходить с леопардовым принтом. Вот у меня нет вещей в леопардовом каком-то таком принте. Хотя вещь приятная, хорошая цена. Я не знаю, дайте мне совет. Почему-то мне кажется слишком вызывающе. Но вроде бы и неплохо. Не знаю. Дальше джинсы укороченные. Замена моим от Виктории Беком. Красивого, правильного, темного, синего цвета. Конечно, я взяла на размер больше, потому что мне было некомфортно. Я взяла немножко побольше, посвободнее. И главное, укороченная модель. Для меня это самая удобная модель джинс. Когда они укороченные, лужи нипочем, сугробы нипочем. И везде можно ходить, гулять с детьми. Хорошо сели. Самое главное, чтобы хорошо сидели в поясе и в бедрах. Тогда джинсы сидят. Дальше опять верх. Опять черный. Немного полупризрачный. Я люблю одежду черного цвета. С каким-то интересным кроем. Здесь асимметричные рукава. Они длинные. В сборку, в гармошку. Полупрозрачная ткань. Горло закрыто, как я люблю. То есть все закрыто, но за счет вот этой прозрачности ткани и наружных швов Вещь смотрится интересной. Интересной. Там немножко был брак на рукаве. Поэтому я решила пока не брать. Решила пока не брать. Интересная. Просто у меня все кофты, все черные. Я все равно меряю 125 черную кофту. Только выбираю чуть-чуть другой крой. Но я думаю, что людям со стороны даже и не видна эта разница. Ну, такая вот у меня привычка. Такая привычка. Дальше следующий лот. Это жакет. Мне понравилась нейтральная цветовая гамма. Я люблю вещи, которые все сочетаются между собой. Не заморачиваться. И чтобы всегда хорошо смотрелось. Но не повезло. Короткий рукав, узкие плечи. То есть модель не моя. Вообще, должна сказать, что хорошие вещи встречаются редко. Будь то жакет, джинсы, рубашки. Что угодно. Часто невозможно встретить. По крайней мере, так у меня. Если встречаются, обязательно надо брать. Джинсы немного малые. Пробую сейчас побольше. Дальше уже на выходе я сняла немного бижутерии. Возможно, среди вас есть любительницы украшений от Изабель Маран. Они, кстати, тоже по скидке. Можно найти украшения по приятной цене. Я, честно говоря, не любительница. Но поглазеть люблю. Поглазеть люблю на всю эту красоту. Здесь я частично вам показала новую коллекцию сумки и обувь. Также указала новые цены, которые будут в новом сезоне. Ну, я так, пришлась посмотреть, что дальше буду искать на распродаже. Посмотреть воочию, вживую, подержать в руках, покрутить. Имеет ли смысл охотиться. В общем, такой подход, как у компании Toyota, на пять шагов вперед. Ну, и так проценилась тоже. По сути, тренды все те же самые, мне кажется, что были и в прошлых сезонах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки, это моя любимая фирма обуви Хальмонеро. По-моему, это испанский бренд. Они невероятно удобные. Мягкие, как тапочки. Невероятно мягкая кожа. Удобнее обуви я просто не мерила, не было в моей жизни. Но мне всегда не везет с размерами на распродажу. Вот есть красные такие черевички. Ну, красные мне ни к чему. Но, правда, они мне нравятся. Просто, что мне их ни к чему применить. Примените. Посмотрите, какие они мягкие. Если будет возможность, обратите внимание на этот бренд. Очень люблю магазин Спацио. Потому что здесь даже на скидках минус 70% есть, что выбрать. Как говорится, были бы деньги. Можно и сумку выбрать, и обувь. Хорошую, качественную, брендовую. По приятной цене. И одежду, классику. На любой сезон. То есть есть и рубашки, и блузки, и теплые вещи. В общем, что-то выбрать всегда можно. Здесь я вам показала максимально, что могла. Надеюсь, что вам понравился мой влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, на этом шопинг-влог подошел к концу. Кое-что я прикупила. Я решила, что нужно брать пока по распродаже. А то платье, которое вы мне советовали, Риплей, что оно на мне хорошо сидит, я буду ждать скидку. Все-таки, ну это глупо. Когда скидки, брать то, что не по скидке. Ну, вы понимаете, за эти деньги я купила, да, там, грубо говоря, платье от Виктории Бекха, а мне Риплей. Либо же за эти деньги можно двое джинс купить. Я покажу позже, что я приобрела. Я думаю, что мы вместе сделаем с вами разбор гардероба, переберем. Посмотрите, что у меня есть, чего нужно докупить, составим список. Ну, такой, знаете, разбор гардероба без стилистов. Как это делаю я. Надеюсь, видео будет полезным. И это видео, надеюсь, вам понравилось. У меня всегда сумбурный шопинг. Но сегодня я старалась действовать рационально. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь, пожалуйста, этим видео на Фейсбуке, в Инстаграме, если это вас не затруднит. А я буду вам признательна и благодарна. Всё, до скорой встречи. Всем пока. Сейчас я бегу вот сюда выпить кофе, потому что я устала. Но уже не буду я снимать минутку «Худеем вместе». Но иду худеть. Иду худеть, девочки. Всё, целую, обнимаю. Всем пока.